Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Сельским школам Анапы особое внимание. В Гайкадзорской школе побывал Сергей Сергеев. Чиновники будут сдавать экзамены на знания правил благоустройства. Школа в селе Гайкадзор – пример, когда и коллектив, и ученики живут как одна дружная семья. Глава Анапы Сергей Сергеев побывал в сельском храме наук и отметил, с одной стороны в школе сохраняют многолетние традиции, а с другой – двигаются вперед, создавая для детей условия для всестороннего развития. Незапланированный визит главы Анапы в школу Гайкадзора состоялся ближе к вечеру. Уроки давно завершились, но жизнь школы на этом не остановилась. В окнах свет, рабочий день учителей не окончен. Идут занятия и в спортивных секциях. Директор школы Аршавира Кнадасьян проводит главу в капитально отремонтированный спортивный зал. Современное покрытие на полу, выкрашенные стены, качественное освещение, замененные окна. Все работы обошлись в 1 миллион 600 тысяч рублей из бюджета. Спасибо. Молодцы. Детям вообще нравится очень. По окнам и раньше ставили, да? Окна в прошлом году. Теперь проконтролируете, чтобы все освещение работает? Да. Только если есть возможность, электрики же есть, наверное, да? Ну, конечно. Чтобы он блоками включался. Половина и пол. Полная, когда, допустим, там, баскетбол, волейбол, а половина, если что-то, римнастик. В учебных классах уютно и тихо, но не все ученики рассошлись по домам. Первоклассница Вика делает домашнее задание, пока ее мама, учитель начальных классов, проверяет тетрадь. Это класс? Класс начальная школа? Начальная школа. Здесь вот получили... Так она уже с вами ходит? Ну, она первоклассница. А вы первоклассница? Нет, у меня второй класс. А, у нее другая? Она, да, и мы просто живем в Распитере, и чтобы туда-сюда просто я работаю. Сергей Сергеев расспрашивает Нунема Рунян, как сохраняют в школе местные традиции и ценности. А вот кружковая работа есть? Культурные какие-то вот танцы, допустим, песни на армянском языке? Культурные танцы, у нас три года уже ходят. Именно национальные танцы, да? В нем участвуют коллективы, в нем участвуют все, и у нас национальности разные. По всему видно, как меняется школа к лучшему. Постепенно делается ремонт и во дворе, и внутри здания. На заднем школьном дворе планируют сделать спортивную площадку. Глава одобрил идею. Да, вот здесь будет по уму. У нас площадь для проведения линейки, он перед фасадом хорошая. Там хорошая площадь и хорошая плитка. А здесь есть и спорт. Будет смотреться. Выход со спортзала. Там можно даже огораживать. Вот ту часть не огораживать. Вот только вот здесь огородить, вход и все. Когда руководитель не сидит сложа руки, ему хочется помогать, отмечает глава. Помощь Сергей Сергеев пообещал и тренеру по самбо Александру Бабарицкому. Просил он за своих воспитанников. Проблема – получить справку для занятий спортом. Сейчас поход по врачам отнимает очень много времени. Допуск две недели приходится делать. Чтобы пройти, да? Чтобы пройти. Они все говорят, что за час можно пройти. Нет, если он на учете стоит из диспансера, он пройдет за час. А если он первый раз пришел… Они требования предъявляют такие же, как и новичкам, которые только приходят. Людмила Георгеновна, тоже. Это тема медицинская. Издаем, пожалуйста, спортсменам надо смотреть. Как сказали, каждые полгода приходим, отмечаемся. А такая получается история, только наоборот усложнилась. И кроме подготовки, кроме допуска к соревнованиям, они должны еще обследование проходить. Да. У них карточка должна быть все-все-все. Он требует все делать, там же увидел. А так две недели, если ходят, ну это тоже ненормально. Уезжая, Сергей Сергеев поблагодарил Аршавира Экнадасьяна за работу. Чиновники будут сдавать экзамены на знания правил благоустройства. Такое требование к сотрудникам администрации предъявил глава города-курорта. Сергей Сергеев поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий сильного ливня и определил задачи на предстоящую рабочую неделю. Сергей Сергеев внес предложение поощрить особо отличившихся специалистов и работников коммунальных служб за проявленную инициативу и ответственность во время ликвидации последствий сильного ливня. К примеру, улицы Северной мы провели подготовительные мероприятия. Если бы мы их не провели с момента последнего подтопления, то последствия были бы более жесткими и больше бы было ущерба. Однако же наши подготовительные мероприятия проработали примерно полчаса. Потому что осень, листья и вот эти философские размышления по поводу ливневки и так далее. Дорогие друзья, если проезжая часть дороги не справлялась и 60-70 сантиметров летела воды, какая ливневка, о чем можно вести речь? Мы же взрослые люди и многие из нас имеют высшее образование, кто-то инженерное. Это стихия. Еще раз хочу поблагодарить. И я увидел, честно скажу, для себя положительные моменты отметил по поводу налаживания обстановки взаимоотношений между нами, я имею в виду властью, и взаимодействующей с нами организациями. Я говорю о коммунальщике, чисто о напитом, о напоблагоустройстве. Люди выходили и работали еще до окончания всех этих неблагоприятных погодных явлений. Тему продолжила первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая. По ее инициативе в городе начнет работу группа сотрудников управления имущественных отношений ЖКХ, предприятия Кубань Энерго и глав сельских округов. Задача рабочей группы – создать реестр подстанций во всех населенных пунктах. Проверить договоры аренды земли и обслуживания. Критики Светланы Яровой подверглись ответы специалистов по обращениям граждан. На каждое заявление должен быть конкретный ответ с конкретными цифрами и сроками. Я считаю необходимым в разрезе каждого сельского округа, соответственно, города, составить реестр для себя, чтобы мы имели понимание, что это за дороги, ширина, длина, сколько домов, в каком она состоянии. Если у нас завтра по решению главы города или администрации края мы выходим в ту или иную программу софинансирования, и нам предлагают 50, 100 миллионов, неважно, то мы должны быть уже готовы выйти с предложением, где, в каком сельском округе или какие улицы города будут в первую очередь отремонтированы. Я предлагаю поднять, попросить наш отдел писем, начать с заявлений и обращений граждан по всем территориям. И, в общем-то, я понимаю, что это работа не одного дня, но до конца года, я думаю, мы с ней справимся. Проведут анализ обращений и определят, какие дороги необходимо ремонтировать в первую очередь. Глава города Сергей Сергеев настоятельно рекомендовал внести положение правил благоустройства Анапы в экзаменационные билеты и принудить чиновников сдавать этот экзамен. Проверку пройдут заместители мэра и руководители городских управлений. О работе с должниками и мотивацией погасить долги за аренду помещений рассказала заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. Предприятия, за которыми числятся долги, будут вынуждать оплатить по счетам, инициируя банкротство этих предприятий. Заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова доложила о положительных явлениях в жизни города-курорта. Успешно прошел первый в череде осенних день здоровья в Анапе. Некоторые моменты переняли у организаторов акции «Онкопатруль». По итогам работы за 9 месяцев управление по делам молодежи вышло на третье место в крае. О спортивных результатах анапчан волейбольной команды футбольного клуба Анапа доложил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов, отметив, спортивная неделя прошла успешно для всех составов анапских команд. Хорошо, когда есть свой специалист в банке, который разъяснит все правила и условия вкладов и кредитов. Предельная честность – принцип работы специалистов в банке возрождения. На конференции в гранд-отеле «Валентина» руководители филиала и дополнительного офиса в Анапе презентовали новые продукты для юридических и физических лиц. Подробности далее. На что обращают внимание деловые люди, выбирая надежного партнера? Безупречная репутация, прозрачность условий, договоренности, качество обслуживания и сроки. Всем этим требованиям соответствует банк возрождения. Предлагая предпринимателям выгодные условия кредитования малого бизнеса, учитывают специфику деятельности и сезонность. Постоянные клиенты уже успели оценить преимущества партнерства с банком возрождения. Банк, я знаю, с первого дня его становления, поэтому мы были соседями. И ценю его за оперативность, за отзывчивость. Общение с предпринимателями провели вживую. Конкретный вопрос – прямой ответ. Нас отличает, прежде всего, индивидуальный подход к кредитованию, партнерские отношения с нашими клиентами, а также самый широкий спектр предоставляемых банковских услуг. Прозрачность, понятность, доступность – три кита, на которых основана работа специалистов банка возрождения. И три основных продукта по программе кредитования для компаний, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, услуг и производства. Для удобства клиентов, увеличивающих темпы роста бизнеса за счет пополнения оборотных средств, кредитный продукт – оборот. Сумма кредита от 300 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от 3 до 36 месяцев, с выгодной ставкой 14,5% годовых. Причем комиссии и дополнительные платежи за выдачу кредита и предосрочном погашении не взымаются. Кредит на обновление основных средств производства, строительства или ремонт недвижимости под залог имеющегося имущества или приобретаемого – инвест. Сумма кредита та же от 300 тысяч до 50 миллионов, но ставка 14% и сроки от 3 месяцев до 60. Особенность кредитного продукта «Экспресс» – возможность получения кредита без залога. От 300 тысяч до 1,5 миллионов рублей на срок от 3 месяцев до 2 лет. Полное и частичное досрочное погашение кредита производится без дополнительной платы и штрафов. И вот, как я уже сказал, с 2012 года мы внедряем этот продукт совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Мы внедряем продукт микрокредитования. Кредитование от 300 тысяч до 50 миллионов. Это не значит, что мы больше не можем. Мы кредитуем и средний бизнес, и большой бизнес. И, скажем, 100 миллионов, 200 миллионов для нас не критично. И, кроме того, менеджеры проконсультируют по каждому конкретному случаю и помогут подобрать оптимальные условия кредитования. За один день можно получить средства по программе «Необеспеченный кредит», воспользоваться кредитной картой с тарифом «Привилегии» или улучшить жилищные условия и подготовиться к новоселью. Эти и другие продукты и условия сотрудничества предоставят в дополнительном офисе Банка Возрождения в Анапе по адресу улица Крымская, 59. И к другим темам. Ровно год назад в Анапе открылось подразделение офтальмологической клиники «Тризе» в центре Анапы на пересечении улиц Крымской и Первомайской. Подробнее о работе клиники расскажет Алина Гумерова. С первого дня открытия клиники запись на диагностику, консультацию врача-офтальмолога и подбор очков заполнена на несколько дней вперед. А телефон звонить не смолкая. За год здесь приняли более тысячи пациентов. Анапчанин Анатолий Корунин обратился в клинику в сентябре. Ему поставили диагноз катаракта и назначили день операции. Операция была пройдена на высоком уровне зрения, практически возвратили единицы. Поэтому при необходимости я обращаюсь только сюда. Здесь опытные профессионалы, доброжелательные, главное. Никаких очередей. Поэтому я за свое зрение спокойно обращаюсь только сюда. Регулярная диагностика зрения очень важна. За один год Анапчане и гости курорта успели это понять. Виктория Долгова, врач офтальмолог Анапского подразделения ТРИЗЭ, работает с первого дня. Наша главная задача – объяснить людям, своим пациентам, важность ежегодного обследования для профилактики заболевания глаз. Современная комплексная диагностика – это определение остроты зрения, рефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, компьютерная периметрия, исследование глазного дна, помогает опытному врачу-офтальмологу заметить изменения на самых ранних стадиях, предупредить или же сразу взять под контроль развитие заболевания, назначить лечение и определить необходимость оперативного лечения. Обследование показало, что необходимо оперативное вмешательство – не беда. В Краснодарскую клинику ТРИЗЭ и обратно вас отвезет бесплатно микроавтобус с медицинской сестрой. 25 октября клиника ТРИЗЭ в Анапе проводит очередное бесплатное занятие для всех желающих в школе катаракты. В этот день вы узнаете все о катаракте и методах ее лечения от ведущих хирургов Краснодарской клиники. Мероприятие пройдет по адресу улица Пушкина, 16, актовый зал санатория «Делуч». Начало в 11.00. Это все новости на сегодня. Далее. Прогноз погоды. В среду 22 октября в Анапе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов, ночью 16 градусов тепла. Ветер южный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова